Амазинг Ролеплей представляет Еще мы обновили и сделали лучший установщик модпака и игры Мод, карту, дизайн Все это вы увидите на глобальном обновлении А интерьеры это вообще отдельная тема Потому что мы обновили около 90% всех наших интерьеров От подъездов до фракций, от квартир до клуба и автосалона Мы совершенствуемся так же как и вы Мы не стоим на месте Мы добавили новые районы Например, самый большой из них находится в центре карты Он теперь соединяет дорогой город Южный и Арзамас Вы также сможете оценить любимое Батырево Которое увеличилось практически вдвое Для уюта и возвращения старой атмосферы Мы отказались от некоторых районов Эдова, Лыткарина, Кремль, Бусаева и Корякина Теперь не будут задействованы на карте Игроки будут намного чаще встречаться на просторах карты благодаря этому решению Так как теперь основные задействованные районы будут в городах Арзамас, Южный, Батырево и Горель А также новый район в центре карты Карта стала более лаконичной, красивой, качественной, атмосферной и продуманной Появились новые места для того, чтобы отдохнуть с друзьями или отыграть ролевые ситуации Добавили церкви Игроки могут вступать в брачный союз А также расторгать его непосредственно в самой церкви Новые номерные знаки Которые будут видны на самой машине При условии, что у игрока стоит модпак Винилы, кстати, работают точно так же Добавлены дорожные знаки Новые посты ДПС Светофоры Круговое движение и стоп-линии у светофоров Разделительные отбойники и заборы в городах Новая система износа автомобиля При аварии вы можете услышать постукивание Это значит, что ваша машина начинает ломаться Как только у машины целостность снижается до определенного уровня Вам придется покупать новый автомобиль А этот продавать Разумеется, мы сделали возможность ремонта в СТО Так что если вам дорога машина Обязательно следите за ней и старайтесь не попадать в ДТП Транспорт игрока теперь имеет неполную мощность при покупке Так что машины изначально будут ездить чуть медленнее, чем обычно Но зато игроки смогут улучшать двигатели в СТО Вплоть до увеличения стандартной скорости транспорта Еще мы сделали возможность поставить на личный транспорт уникальный винил Но данная возможность есть не у всех автомобилей А только у некоторых Также мы добавили систему гидравлики на каждый автомобиль из автосалона Вернули всеми любимую команду ограничения скорости Старички поймут Игрок теперь может стать бомжем, если у него будет мало денег Не будет фракции и он не будет ходить в душ Для VIP-игроков появились новые функции Одна из таких это VIP-объявления Вы сможете подавать такие объявления по низкой стоимости Собственный чат для общения между VIP-игроками Игрок теперь может замять дело А точнее может попробовать снять уровень розыска в специальном месте за деньги Но не факт, что у вас это получится сделать с первого раза Теперь можно видеть почти все оружие игроков Они видны за спиной или сбоку на поясе Все как в реальной жизни Добавлены системы болезней Каждый игрок может заразиться или заболеть чем-либо, в том числе при тесном контакте Например, если передать деньги, пожать руку или принять приглашение во фракцию Чтобы вылечиться, нужно будет посещать больницу и закупаться антибиотиками в аптеках В телерадиокомпании мы добавили сейфы с деньгами Которые может брать лидер и его заместитель А проводить эфиры можно теперь не только в машине, но и в новом интерьере Созданы интересные и прибыльные работы Работа сантехника, инкассатора, уборщика мусора В квартирах и домах теперь можно не только сходить в туалет Но и можно принять душ, а также можно улучшить вашу сантехнику на более качественную и дорогую Появилась возможность приобретения аптечки Значительно обновлена работа шахтер Теперь нужно не только принести добытый материал, но и положить в вагонетку, а потом разгрузить эту же вагонетку Механики могут не только чинить и заправлять другие автомобили Но и эвакуировать неправильно припаркованные автомобили на штрафстоянку с разрешения офицера полиции А владелец автомобиля сможет забрать автомобиль только после оплаты всех штрафов Появилась еще одна станция МЧС Она находится в новом районе Также мы подняли зарплату всем сотрудникам МЧС и снизили минимальный уровень для данной работы Всем работам мы добавили систему скиллов Как у дальнобойщиков, чем больше скилл, тем больше вы получаете денег Перед вами открываются новые функции и возможности Например, одно из них это увеличение скорости у рабочего автомобиля Обновили работу таксиста Работать им можно не только на арендуемом желтом автомобиле, но и на личном В новом бизнесе риэлторское агентство Вы можете не только найти свободный дом и забронировать его на один час Но и заказать капитальный ремонт квартиры или дома После которого интерьер полностью преобразуется в более приятный и качественный Очередной бизнес – нотариус Здесь игроки могут заключать сделки и обмениваться номерами телефонов, домами, автомобилями с доплатой Все официально и безопасно, без возможности обмана Компьютерным клубом, магазином одежды и бани теперь можно управлять как бизнесом Каждый бизнес получил возможность улучшения Можно увеличить склад с товарами или купить место на GPS-навигаторе Фургоны ОПГ и мафии отныне вмещают вдвое меньше, чем грузовики армии А также члены ОПГ и мафии могут нападать на инкассаторов и грабить банки Используя бомбы, которые очень трудно сделать Они могут взрывать ворота военных частей и тюрьмы Чтобы освободить своих бородков Управлять транспортным средством можно и без прав Но если вы попадаете в ДТП, то вас объявят в розыск Добавлена фракция ДПС город Арзамас Теперь в области есть два отделения ДПС и одно отделение ППС Каждое из которых находится вдали друг от друга Полигон для сотрудников полиции, ФСБ и армии Здесь они могут тренировать свои навыки и проводить совместные тренировки Военнослужащие до пятого ранга не смогут менять место спавна Он всегда будет появляться на военной базе А еще теперь солдаты могут закупаться не только металлом, но и деревом на лесопилке Мы сделали настоящие полеты в космос Любой игрок может купить билет в космос После покупки билета вам нужно будет зайти в шаттл и ждать старта По итогу вы окажетесь на Луне Там вы можете добыть себе амазинги, которые потом на земле можете обменять на кредиты Старые добрые дальнобойщики, они вернулись Теперь игроки могут ездить не по одному, а как раньше, к компании Также появились новые места, куда дальнобойщиков будут отправлять работать Мы вернули любимые фуры и прицепы к ним, а «Газель» ушла к развозчикам товаров У них теперь тоже большой автопарк, который также зависит от уровня скилла Возвращение керниса Любимое кафе стало еще лучше, приятнее и на том же месте В случайное время может случиться что-то ролевое О чем напишется в новости в чат Это новая система ролевых мероприятий Например, может быть большая авария на дороге Или даже нашествие НЛО Игроки теперь могут не только проводить приятное время в уютных местах по всей карте Жаря шашлыки у костра и отыгрывая ролевую игру Но и ловить рыбу у какого-нибудь уютного берега У игроков из государственных фракций Теперь помимо паспорта есть еще удостоверение сотрудников А также в паспорте не пишется уровень розыска игрока Еще одно нововведение — система багажников Которые есть у личного автомобиля И в который можно положить металл, дерево, патроны, наркотики или канистры с топливом Новые подъезды Да-да, именно не подъезд, а подъезды Теперь есть двухэтажный подъезд с чердаком и пятиэтажный с подвалом И работающим лифтом Солдаты теперь не могут брать бесконечный запас оружия Созданы ограничения В казино можно ставить по 5 миллионов рублей, как раньше А процент, идущий государству от вашего выигрыша, мы не изменили Он все так же 15% Игроки со второго и выше уровнем розыска будут появляться после ареста в тюрьме А не в КПЗ, как раньше Хелперы теперь они есть Главные администраторы могут назначить их из обычных игроков В том числе и из действующих лидеров или просто игроков Которые имеют высокий уровень Хелперы могут отвечать на вопросы игроков Но не могут видеть жалобы на игроков Таким образом мы надеемся улучшить ситуацию с помощью новичкам Вид от первого лица уже был добавлен когда-то давно И вот теперь мы сделали его снова Он особенно будет интересен игрокам Которые увлекаются съемкой видеороликов на свои ютуб-каналы Ведь теперь можно снимать действительно ролевые сериалы от первого лица Новая система против любителей попрыгать Система против тех, кто убивает членов своей фракции Улучшена система защиты аккаунта Теперь если у вас простой пароль Вам обязательно об этом напомнят при каждом входе А также создана двухфакторная аутентификация Что это такое слишком долго и сложно рассказывать Самое главное то, что аккаунт в таком случае будет защищен на все тысячу процентов Разумеется, наш новый модпак, новые модели, старые любимые модели, новые скины, новые рекламные билборды Увеличилось количество бизнесов на 25% А цены на дома на рублевке будут чуть ниже Чтобы рублевка зацвела новыми красками Также владельцы домов будут иметь небольшие, но преимущества относительно владельцев квартир Мы исправили множество старых багов и недочетов Которых накопилось очень много И о которых, если мы сейчас начнем говорить То данное видео затянется еще минут на 10, если не на 15 То, что вы сейчас увидели и прослушали Это далеко не весь список изменений Сейчас мы рассказали вам основное И это примерно половина всего глобального обновления Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok